привет друзья сегодня 26 декабря мы в адлере сочи парк отель сейчас час где-то час 30 куда мы едем сегодня сегодня мы едем на экскурсию купили у туроператора в отеле у отельного туроператора название говори конечно как купили у отельного оператора библиоглобус обычно в принципе я знаю что вы сейчас скажете зачем взяли в отеле надо за отелем сейчас не сезон в пределах отеля вот как бы за территорию отеля в пределах там я не знаю скольки нету что предлагали экскурсии доверяют вызывали у нас доверие потому что когда мы шли позавчера тут стояли люди предлагали экскурсии но вчера их уже не было то есть кто эти люди я не знаю то есть ну я доверяю отельного я доверяю отельному все-таки туроператору в данном именно в данном случае я была и в турции в египте мы тоже брали с рук экскурсии дешевле да намного дешевле но все-таки в данный момент мы с решением посовещались решили взять туроператора пусть на 200 300 рублей дороже и мы знаем цены у других мы брали когда ездили в океанариум листочки но я знаю что они есть на набережной на каждом углу вот эти вот экскурсионное бюро вот но мы до набережной так еще и пока не дошли за столько дней море не видели то что нам некогда но все будет конечно впереди все мы успеем вот и во первых тут и страховкой на территории отеля выезжаешь сюда же тебя привозят не надо нигде бегать не надо нигде бегать искать потому что у той женщины у которой с океанариума была эта экскурсия намного дешевле но она сказала посадит нас там то есть там у нее ехать 40 ехать до нее еще нам да и оттуда как бы ну неудобно и мы решили с иришей посоветовались что мы лучше переплатим эти там 200 300 рублей и поедем спокойной душой со страховкой от отеля правильно мы едем на экскурсию называется она экскурсия она я забыла как называется но приблизить мы посетим гор я просто расскажу что мы посетим мы посетим гору ахун мы посетим территорию заброшенного санатория рджаникидзе и дачу полковника квитко и на или называет его еще дом с привидениями обещают что будет очень интересно поэтому я там нигде не была для меня это тоже первый раз поэтому я думаю что все будет замечательно солнышко погода чудесное тепло вперед к путешествия и сейчас как всегда сидим в номере я монтирую марина говорит а сколько время а мы уже опоздали автобус уже ушел ирина уже так привыкла к моим шуткам что она теперь уже даже не пугается улыбается так даже не интересно я ее теперь не могу разыграть подшутить она уже знает мои все приколы представляю как твои родные трепещут 1 апреля да есть у меня шуточки люблю разыгрывать какие горы там какие горы прекрасные какое небо как это я стою вот и мне жарко но просто нам сказали что одеться потеплее на горе на наши шестьсот шестьдесят пять метров над уровнем моря будет прохладно и как бы мы наделись подобающе и что даже шапки с собой взяли мало ли что вот экскурсия длится по времени 5-6 часов стоимость экскурсия 1400 с человека вот если надо я потом могу или сейчас в прайсе показать вообще все экскурсии ли в номере уже потом я покажу если кому интересно с экскурсиями вот так что потом наверное сейчас уже здесь мы ждем автобус у нас кажется микрик будет да у нас должен быть микроавтобус вроде как на 14 человек тоже уважаемые гости всем еще раз добрый день наконец-то мы с вами собрались нашей маленькой но надеюсь очень дружной компании ну что ж конечно давайте в первую очередь с вами познакомимся меня зовут юлия сегодня в течение всей нашей прогулки экскурсионной я вас буду сопровождать отвечать на ваши вопросы рассказывать самые интересные ну и конечно же контролировать так скажем вас определять по местности но самый главный человек в нашем автобусе наш водитель водителя зовут алексей так у нас сегодня три интереснейших достопримечательности достопримечательности которые возникли у нас в конце прошлого века то есть в середине прошлого века это санаторий имени родженикидзе это гора ахун башня на горе ахун но и в общем-то конечно же дача полковника критко но давайте по порядку через 40 минут мы уже прибудем с санаторий имени родженикидзе родженикидзе был построен в 1930-е годы прошлого столетия для того чтобы обычную советский гражданин работая всю жизнь на благо своей страны мог приехать сюда в город сочи и почувствовать результат своего труда 1930-е годы начинается здесь всесоюзная ударная стройка все силы советов были брошены на то чтобы из города сочи сделать курорт всесоюзного значения так вот как раз и возникает в тот момент многие санатории многие пансионаты и что самое интересное многие до сих пор функционируют но вот санаторий родженикидзе к сожалению не смог так скажем дожить до наших времен то есть он сейчас есть целая постройка целая достопримечательность но от к сожалению денег как оказалось нет чтобы отреконструировать этот санаторий но возможно судьба ожидает его так скажем приятное ведь уже что-то планируется по восстановлению в этот санаторий увидите я думаю восточная это величественная постройка не оставит равнодушными кто-то говорит надо же насколько здесь было все потрясающе раньше а кто-то наоборот грустит и думает а то ж надо было все так разводить какие у вас эмоции будут естественно у каждого возникнут свои какие-то моменты по этому вопросу ну дальше после ордженикидзе где мы проведем время сделаем удивительные фотографии ну и конечно почувствуем атмосферу тех времен мы отправляемся дальше а дальше у нас будет гора ахун гора ахун подъем будет по серпантину это самая высокая точка побережья 663 метра над уровнем моря кто был в горах на горнолыжных курортах там конечно же высота по воле 2000 метров над уровнем моря ну а ахун это именно высокая точка побережья оттуда открывается чудесный вид на черное море на кавказские горы и на весь город сочи на всю береговую линию то есть даже стадион фишт в олимпийском парке можно будет увидеть с горы ахун ну и в общем-то на горе мы с вами увидим башню которая была построена в 1930-е годы те же годы и опять же как и санаторий ордженикидзе башня была построена по приказу сталина но на башню мы с вами не поднимаемся мы катаемся на колесе обозрения с колеса обозрения вы увидите и саму башню и все виды которые я уже конечно же перечислила с правой стороны если обратите внимание проезжаем мы аэропорт обязательно историю аэропорта я вам озвучу все-таки это первая достопримечательность которые вы увидели когда прилетели сюда отдыхать можно сказать отсюда и начинается ваш отдых городе сочи так вот после горы ахун где мы покатаемся на колесе обозрения увидим известную башню башню на горе ахун мы отправляемся дальше а дальше уже так скажем в сумерках мы едем в таинственное место дача полковника квитко кто такой полковник квитко но на самом деле о нем информацию вам также расскажут уже на даче в общем-то он так скажем по капризу своей любимой жены построил здесь маленький такой для себя особняк на берегу черного моря откуда открываются чудесные виды но а дальше конечно же он сбежал сбежал со своей семьей с друг другую страну ну а дальше история вот этой дачи квитко конечно же меняется что с ней происходило как происходило об этом вам уже расскажет местный экскурсовод который очень хорошо ориентируется по этой достопримечательности дачу недавно восстановили потихонечку и восстанавливают конечно таинственность и мрачность там присутствует но есть свои необычные истории удивительные которых вы уже узнаете позже да возникает вопрос через сколько же мы вернемся все-таки в наши отели но ориентировочно это будет к семи часам вот планируете такое время разрешения нет извиняюсь не к семи часам это будет где-то в начале восьмого вот так вот начале восьмого может быть 20 минут восьмого но опять же все зависит от ситуации на дороге как видите город сочи это город пробок к тому же сейчас предновогодняя суета многие сюда приезжают отдыхать местные жители отправляются в свой выходной день за подарками так что сочи это вечная пробка на самом деле именно вот в этот момент так что на обратном пути конечно будем надеяться что будет ситуация получше но тем не менее обещать конечно вам этого не буду так что можно пока расслабиться наслаждаться видами но и получать удовольствие от поездки ну что ж всю экскурсионную программу я вам озвучила три достопримечательности довольно интересные я думаю у вас останется свое впечатление надеюсь конечно же положительное и так вот он с правой стороны аэропорт наш местный единственный аэропорт города сочи история которого начинается в 1941 году до этого времени на месте аэропорта располагался маленький поселок поселок назывался первинка это был первый населенный пункт в этой местности но и в общем-то говоря многие путеводители путевые заметки поселок первинка описывают так как поля табачные плантации журавли над колодцами живописные домики вдоль шоссе и даже есть своя маленькая своеобразная оригинальная церковь конечно сейчас этого мы всего не увидим поселок снесли как раз в 1941 году когда начинается строительство первого аэропорта города сочи но на самом деле мы помним что это военное время естественно мужское население уходит воевать на войну здесь в городе сочи остаются пожилые люди женщины и дети ну а что поделать благодаря их усилиям собираются сочинцы-добровольцы и им нужно за короткое время возвести огромную взлетно-посадочную полосу конечно работали в тяжелейших условиях время военное ни еды ничего не было питались фруктами и запивали их водой ну и конечно жаркий климат ужасная влажная местность здесь еще на тот момент так скажем терроризировала местных жителей такое ужасное заболевание как малярия то есть работали действительно в тяжелейших условиях из оборудования сами понимаете чего-либо не было территория болотистая большей части но за два месяца была возведена огромная взлетно-посадочная полоса и построена очень простенькое примитивное здание аэропорта может быть напоминавшая так скажем маленький сарайчик но тем не менее этого хватало сентябре 1941 года сюда уже приземлился первый самолет но в общем то в послевоенные годы наш маленький аэропорт пользовался популярностью конечно сюда прилетали отдыхать туристы покидали конечно территорию города сочи через сочинский аэропорт но однако в 1960 и 70-е годы сюда хлынул основной поток туристов но и в общем-то было решено что нужно сносить этот маленький аэропорт и в общем-то строить новый ну конечно он постоянно находился на реконструкции что-то ремонтировали но тем не менее нужно было его просто снести да и новый построить чтобы уже как говорится был устоявшийся современный аэропорт ну что ж как раз таки в 1980-е годы только начинается строительство нового аэропорта но все основное построено как говорится фундамент заложен в 90-е годы советский союз распадается из-за этого стройка замораживается на десятилетия ну а дальше конечно уже олимпийский период ну конечно же перед олимпиадой нужно построить такой аэропорт который будет соответствовать всем требованиям международного олимпийского комитета ну и тогда российский фонд федерального имущества объявляет о продаже 100 процентов акции аэропорта стартовая цена 3 с половиной миллиарда рублей за будущий олимпийский проект начинается борьба борется три крупных акционера аэропорта внуково олег дерипаска побеждает дерипаска со своей стратегией юг и вкладывает он строительство 5 с половиной миллиардов рублей все хорошо начинается стройка как я говорила основной фундамент был заложен естественно здание построить но особого труда так скажем не вызывает но тут уже функционирует аэропорт естественно внутренние линии и узнают что прибывает комиссии олимпийского комитета в 2007 году чтобы оценить местность проведению олимпиады да и в общем то неожиданно потому что международный терминал то не успели построить а как они прибудут но естественно у назначенный день решают сочинцы добровольцы так сказать устроить небольшое представление но сочинцы добровольцы собираются в день приезда комиссии олимпийского комитета в аэропорту и устраивают потрясающее представление встречающие будто бы встречают людей провожающие будто бы провожают их обнимаются чуть ли не плачет на прощание тут же продавцы цветами предлагают свои услуги тут же таксисты предлагают свои услуги а вы знаете что предлагают как таксисты свои услуги назойливо то естественно комиссии олимпийского комитета даже вопросов конечно же к этому не возникло ну и в общем то все нормально комиссия олимпийского комитета посмотрела на это все аэропорт работает международный терминал в норме и дальше их повезли показывать более серьезные олимпийские объекты в общем да вот так вот и открылся международный терминал на несколько дней а затем его закрыли конечно достроили и потом уже открывали более так скажем нормально без всякого шоу так вот такая вот история забавная нашего аэропорта но полностью аэропорт был готов только в 2013 году последний штрих который внесли в создание аэропорта это огромные олимпийские кольца которые вы как раз видели на парковке когда к нам прибывали что касается олимпийских колец вот сейчас с левой стороны вы сможете посмотреть вот такая потрясающая конструкция 5 олимпийских колец зеленые синие красные желтые черные ну и символизирует каждый цвет свой континент вот эти олимпийские кольца вот сейчас вы видите зелененькое дальше по правую сторону будет видно синее кольцо хотели построить над дорогами то есть вот эта вся развязка которая здесь была построена но из-за этой развязки к сожалению не удалось избежать пробок она была построена к олимпиаде то есть раньше здесь был спокойный комфортно так скажем перекресток и хотели вот эти вот кольца большие поставить как бы над дорогой но немножко не подрасчитали либо надо было делать больше кольцо либо меньше дорогу подумали а и ладно пусть они так и стоят вот так они здесь появились необычная такая потрясающая конструкция ну что же касается нашего аэропорта пожалуй закончу современный аэропорт выглядит как морское животное я думаю если вы были в олимпийском парке гуляли особенно если гуляли не одни а с экскурсоводом который вам рассказывал о каждом ледовом дворце то каждый ледовый дворец что-то напоминает большой напоминает например форму замерзшей капли шайба напоминает шайбу а айсберг напоминает естественно большой айсберг то есть здесь проходили соревнования во время зимней олимпиады по зимнему виду спорта поэтому вот такие вот так скажем напоминания небольшие каждый ледовый дворец в виде чего-то так вот аэропорт напоминает осьминога в общем-то город морской поэтому в виде большого осьминога и стиле хай-тек выполнен наш аэропорт вот с правой стороны снова мы видим кольцо на котором написано европа голубого цвета можно посмотреть ну и что же касается аэропорта сюда действительно когда вы будете уже отправляться к себе в города также трансфер если вы им пользовались заберет вас за три часа до вылета доставит в аэропорт вы можете сдать багаж погулять походить по территории аэропорта издалека обратить внимание что это действительно огромный осьминог голова осьминога это надпись сочи на русском и на английском языке но щупальца осьминога это железные опоры которые уходят вниз вот такая вот фантазия здесь проявилась у наших так скажем с архитекторов строителей и так далее ну что ж продолжаем наше медленное движение и конечно должна вас познакомить с нашим современным городом сочи ну на самом деле многие гости когда прилетают к нам немножечко путаются и начинают задавать такие вопросы а где находится город адлер и почему мы отдыхаем в адлере если нам обещали что мы будем отдыхать в сочи так стопа где поселок лазаревский объясните где проходила все-таки олимпиада красная поляна кому принадлежит и так далее но на самом деле вот такие вопросы возникают абсолютно у многих но это не удивительно в городе сочи действительно очень легко заблудиться и потеряться ведь если мы представим наш город по береговой линии 109 километров 109 километров по берегу черного моря ну а если мы будем считать по автомобильным дорогам то это все 145 километров ну и к тому же наш город сочи занимает первое место в европе по протяженности и второе место в мире после мексиканского города мехико там 200 километров естественно мехико 200 сочи 109 ну навряд ли кому-то удастся в ближайшее время перегнать сочи вот такой протяженный город площадь города сочи я бы сказала бы что тоже довольно впечатляет три с половиной тысячи квадратных километров но на самом деле мало о чем говорит ну и что что три с половиной тысячи все равно ничего не понятно но если мы сравним наш маленький казалось бы провинциальный городок сочи и нашу столицу москву то сочи больше чем москва москва две с половиной тысячи квадратных километров но население города сочи конечно же московскому уступает ведь по официальным данным здесь проживает ну полмиллиона человек около 500 тысяч по официальным данным ну а в москве проживает по официальным данным именно около 12 миллионов человек то есть мы видим что у нас территория больше чем в москве а население у нас меньше но несмотря на это наше население многонациональное один из самых многонациональных городов город сочи ну здесь проживает более 100 национальностей 60 процентов русские 20 процентов армяне и остальные 20 процентов это другие народы такие как украинцы белорусы абхазы грузины греки эстонцы и многие многие другие ну и живут здесь все действительно очень мирно никогда не бывает межнациональных конфликтов пожалуй завелось так еще с конца 19 века ведь еще можно сказать 150 лет назад здесь была просто болотистая местность где не проживало ни одного человека местность была непригодная для жизни ну и затем только начали край заселять армянами грузинами молдаванами и многими трудолюбивыми народами ну и русские конечно сюда приходят но вот русские немного не понимают что делать на болотистой территории у черного моря тогда и заселили сюда так скажем другие национальности с тех пор все живут дружно и город сочи один из самых многонациональных городов вот поэтому нужно ремешки безопасности пристегивать всякие на дорогах бывает попадаются так ну что же касается нашего города да население здесь немногочисленное намного национальное ну и возможно вы также слышали название нашего города называют его не просто сочи а большой сочи ну где-то на рекламных вывесках каких-то объявлениях может быть экскурсионных варьках есть такие объявления как экскурсии по большому сочи или продается недвижимость большом сочи то есть большой приставочка используется регулярно и так произошло с 1961 года именно в этом году город стал большим потому что никита сердеевич хрущев в тот момент побывал в лос-анджелесе лос-анджелес ему понравился и он решил нечто подобное сделать здесь у нас ну и выбрал для этого конечно город сочи если мы посмотрим в левую сторону мы увидим железнодорожный вокзал адлер напоминает форму набегающей волны то есть находится возле моря естественно в виде волны опять же что-то здесь кого-то напоминает ну и в общем то 4 железнодорожных станций было построено к олимпийским играм 2 в прибрежном кластере и 2 в горном кластере ну а мы с вами наконец-то выбрались из этой мучительной пробочки ну и продолжим знакомство с нашим городом ну что же касается большого сочи да действительно объединили присоединили то есть решили сделать город большим именно в 1961 году было решено присоединить к городу несколько поселков, деревушек, административных единиц так и возник большой город один из самых протяженных в мире ну и в общем то сейчас наш город делится на 4 основных больших района адлерский, хостинский, центральный и лазаревский район я думаю с каждым районом я вас сегодня познакомлю потому что опять же возникают вопросы так а где лучше отдыхать вот в адлере или может быть в центре а может вообще в лазаревский поехать отдыхать ну на самом деле по этому моменту я вас буду тоже постепенно ориентировать но давайте теперь разберемся с названием я понимаю что для многих это очень просто и элементарно но многие все таки совершают ошибку что вы возможно тоже сталкивались с таким то есть вам ваши родные и близкие и друзья знакомые наверняка уже позвонили и спросили ну что как вам отдыхается в Сочи ну на самом деле ни в каких не Сочи отдыхаете вы только в Сочи Сочи это он большой и красивый город но ни в коем случае не оно то есть большое и красивое Сочи это конечно будет неправильно и ни в коем случае не они большие и красивые Сочи тоже будет звучать неверно только он большой красивый город Сочи так вот что же касается районов мы сейчас с вами находимся в адлерском районе очень скоро мы его будем покидать но смотрите у нас есть 4 района адлерский, хостинский, центральный, лазаревский район это все город Сочи и олимпиада проходила в адлерском районе то есть то место где находится олимпийский парк еще полгода назад принадлежал адлерскому району где находятся ваши отели это тоже полгода назад было еще адлером ну а сейчас это поселок городского типа Сириус то есть образовательный центр Сириус во главе с очень важным человеком точнее сказать в комиссии восседает очень важный человек президент нашей российской федерации в общем-то образовательный центр куда отправляют учиться одаренных детишек ну ваши допустим сыновья, внуки выигрывают различные олимпиады будь то спортивные, физику, химию литературу, математика и так далее и естественно их сюда отправляют для того чтобы повысить так скажем квалификацию узнать новые знания показать город Сочи здесь обучиться у лучших учителей в общем-то в образовательный центр так вот этот образовательный центр основал свой поселок то есть отделился от города Сочи и если заметили у нас есть такие отели как Сигма Сириус, Гамма Сириус в котором в том числе многие из наших гостей и проживают ведь раньше эти отели назывались как Александровский сад, чистые пруды но Сигма их выкупил себе ну и в скором времени он так скажем выкупит остальные все отели тоже но это место называется поселок городского типа Сириус то есть можно сказать что ваши отели находятся не в городе Сочи ведь Сочи это было еще полгода назад ну а сейчас конечно это поселок городского типа Сириус ну а что же касается районов конкретно города Сочи Адлерский вот как раз в вашей местности вы проживаете еще раз повторюсь полгода назад принадлежала Адлерскому району но давайте поговорим именно об этом так скажем исторически важном районе Адлер ну многие опять же начинают задавать вопросы уже в аэропорту почему это мы прилетели отдыхать в Адлер все-таки нам обещали что мы будем отдыхать в городе Сочи все в порядке Адлер находится в Сочи ведь раньше считалось что Адлер был поселком городом затем ну а как я уже сказала в 1961 году было все это присоединено к городу Сочи ну и в общем то сейчас Адлерский район есть никакого ни города ни поселка нет только отдельной единицы ну что ж Адлерский район можно сказать самый южный протянулся он от границы с Абхазией до Красной Поляны то есть горный кластер и поселок Красная Поляна это Адлерский район города Сочи ну и конечно самый спортивный потому что на тот момент еще Олимпийский парк располагался в Адлерском районе это сейчас принадлежит поселку городского типа Сириус так вот Адлерский район еще и к тому же самый удобный в плане транспортной развязки ну согласитесь вот в аэропорт ваши отели буквально в десяти минут аэропорта вот с Адлера так скажем можно очень легко добраться и до центральной части и до горного кластера и до Абхазии то есть очень удобная именно развязка ну и конечно Адлер откуда произошло такое странное необычное название непонятное для нашего слуха ну на самом деле здесь раньше на этой территории ну так скажем лет 200 может быть 250 назад вот такой период возьмем проживали адыги то есть не было здесь еще российской империи побережье было не заселено людьми а в горах проживали адыги адыги вкратце и расскажу о них это народы абхазо-адыгской языковой группы к ним относятся шапсуги умбыхи абхазины садзе медове ну и на самом деле многие многие другие народы так вот в общей сложности они себя называли как адыги ну и по другому мы можем называть эти племена как горцы горские племена ну и в общем то еще есть одно наименование думаю будет интересно услышать адыги их называли еще черкесами ну вы наверняка это слышали так вот черкес является словом привезенным сюда привозят это слово сюда монголы что означает отрезающий или отсекающий почему адыгов называли отрезающими или отсекающими но на самом деле у них были необычные традиции обычаи ну и в общем то одна из традиций говорила о том что если человек горец родился здесь на этой земле следовательно здесь на этой же территории его и должны похоронить ну а адыги занимались войной они любили воевать они уходили на другие земли для того чтобы воровать людей заниматься работорговлей и так далее естественно они могли погибнуть на поле боя а далеко от своей родины но похоронить то и должны на родной земле естественно все тело так скажем проблематично будет транспортировать на родину поэтому отсекали только голову и голову хоронили в родных краях отсюда адыги это как раз таки черкесы а черкес это отрезающий или отсекающий из монгольского языка вот такая вот история вкратце так скажем об этом на родину вот они проживали здесь в этих горах ну и в общем то жили они в горной местности занимались они тем что выращивали фрукты пчел разводили конечно охотились шкуры животных обрабатывали продавали это все также они рубили веса продавали в другие страны и как я уже оговорилась рабами они торговали то есть как монета как деньги у них были рабы воровали они людей с пограничных территорий российской империи да или просто между собой племенами различными они бывало воевали и в общем то так скажем забирали людей продавали их либо на невольничих рынках либо продавали их соседнему племеню у которого они собственно говоря запрали этого человека за большие деньги ну в общем то да вот этим они здесь занимались ну а с кем они вообще торговали то конечно их главный экономический партнер были турки османы ну то есть адыги спускались со своих кавказских перевалов к черному морю а здесь их поджидали турецкие капитаны турецкие корабли у них происходил обмен товарами ну и в общем то турки как называли это место называли они это место как артвар что в переводе с турецкого означает пристань то есть они сюда причаливали как на пристань так вот слово артвар со временем вот так вот и немножко видоизменилось как слово адлер да и многие считают что есть еще одна версия что все таки адлерский район ну на тот момент поселок адлер с высоты птичьего полета напоминает действительно орла но как то называть это место орлом весьма примитивно Россия тоже есть такие названия поэтому и решили немецкое адлер орел вроде бы орел но вроде бы как с немецкого почему пунет ну вот такие вот версии происхождение данного названия поселка адлер затем уже районы но такое вот интересное название да Dieser естественное версия о происхождение названия адлерского района строгими районами мы обязательно с вами познакомимся сейчас я думаю вы уже обратили внимание что нам по левую сторону но попадается на глаза наша интересная главная достопримечательность. Великолепное Черное море нас сопровождает. Но у нас на самом деле в городе Сочи две главные достопримечательности. Это, конечно, море, которое пользуется популярностью в летнее время по большей части, ведь ради моря сюда приезжают многие отдыхать в город Сочи. И Кавказский город — это вторая наша достопримечательность, которая пользуется популярностью в зимнее время. Но так как у нас сейчас на виду попадается наше великолепное Черное море, я думаю, обязательно должна вас с ним познакомить. Ну и, конечно же, Черное море. Почему оно так называется? Я уверена, что никто из вас не видел море действительно черным. Оно, наверное, было изумрудного оттенка, синеватого, голубоватого. Ну, черным разве что оно бывает только ночью. Но почему же оно так называется? Здесь есть, на самом деле, очень много версий. Хотелось бы озвучить самые популярные из них. Итак, раньше наше Черное море было пресноводным озером, где обитала различная пресноводная живность. Ну и, в общем-то, дальше соленые воды Мирового океана хлынули через пролив Пасфор, и вся пресноводная живность погибла и образовала собой сероводородный слой. То есть сейчас, в данный момент, на Черном море, на глубине где-то 100 метров находится уже сероводород. То есть сероводород, естественно, жизни там никакой нет. И все, что туда попадает, моментально умирает. Ну, а если вот в этот сероводородный слой опустить металлические предметы, то они со временем окисляются и становятся черного цвета. То есть металлические предметы вступают в реакцию с сероводородом и начинает потихонечку темнеть. Вот отсюда и произошло название, что море черное. Еще в давние-давние времена люди путешествовали по морю, опускали якорь на дно, ну и после нескольких таких спусков и поднятий они обращали внимание, что все-таки якорь чернеет. А научно никто не стал доказывать эту сероводород, что там находится, то, что он вступает в реакцию. Да кому это надо, решили объяснить все очень просто. На дне моря находится какая-то грязь или чернота, а черняет предметы. В общем-то, поэтому море и будет называться черным. Вот такая вот версия происхождения названия Черное море. Ну и кстати, если вы будете купаться в нашем Черном море в серебряных украшениях, либо в каких-то металлических, так скажем, украшениях в течение длительного времени, то они у вас в скором времени, естественно, почернеют. Ну в общем-то, вот такая вот версия, это первая. Вторая версия говорит о том, что в нашем Черном море обитает особый вид водорослей. Ну и когда их во время шторма выбрасывает на берег, то в скором времени под воздействием солнца они начинают темнеть, приобретать темноватый оттенок. И поэтому море называется черным. Возможно, такая версия тоже гуляет, так скажем, среди народа. Еще одна версия. Она говорит о том, что многие мореплаватели, которые путешествовали по морю, пересекали Черное море, когда оно еще черным не было, попадали в шторма. Ну, как известно, во время шторма все приобретает темновато, черноватые оттенки, все начинает сереть, как говорится. Ну и, в общем-то, по этой версии многие мореплаватели и стали это называть море Черным. Версия немножечко нелогичная, но неужели на других морях не бывает штормов? Да там шторма бывает, так скажем, еще и посерьезнее, чем на нашем море. Но другие же моря Черными не называются, а назвали так только наше. Еще одна версия, но она на самом деле говорит о том, что народы азиатских стран называли стороны света по цветам. Юг у них значил красный цвет, ну а север у них значил черный цвет, так как все-таки наше море на севере находится. Так они его называли Северным морем или же Черным морем. Вот такие вот несколько версий происхождения названия нашего великолепного Черного моря. Ну и, конечно же, существуют еще версии. То есть до того, как море стало называться Черным, носило оно множество названий. И одно из самых популярных это древнегреческое. Ведь греки называли наше море фонт-аксинске, что означает негостеприимное. Ну, казалось бы, почему это наше море может быть негостеприимным? Потому что, оказывается, на Черноморских берегах обитало жестокое племя людоедов, которое любого путника, любого пришедшего к нему человека, приносило в жертву своим богам. Конечно, греки были сами по себе торговцы, мореплаватели. Они жизни своей не представляли без воды. То есть если, так скажем, для человека, который путешествует по морю, по воде, для него была важна суша, он мечтал увидеть землю и кричал, земля, вижу землю, то греки, наоборот, говорят, что когда они долго находились на суше, они кричали «Море! Ура! Мы видим, наконец-то, воду!» Ну, в общем-то, греки попадали к этому племени, им-то их там приносили в жертву, им это не понравилось. Вот они решили назвать море понт-аксинске, или же негостеприимное море. Ну, а затем, чуть позже, греки передумали и стали называть море понт-эвквинске, что уже означает «гостеприимное море». Но тут, видимо, греки поняли, что не должно страдать название такого великолепного моря из-за жестоких людей, которые проживают на его берегах. Вот так наше негостеприимное море стало гостеприимным. Из понта-аксинске в понт-эвквинске. Но также, думаю, будет интересно узнать, что наше море является малосоленым. Соленость морей измеряется в промиллях. Промиллях – это сколько грамм соли, приходится на 1 литр воды. Соленость мирового океана – 36 промиллей. То есть это самые комфортные условия для того, чтобы именно в воде такой солености обитало различное биообразие. 36 промиллей. В нашем Черном море всего лишь 17 промиллей. То есть можно сказать, что это в два раза меньше нормы. Ну и, в общем-то, наше Черное море, поэтому и не считается таким богатым, как, например, Красное море. Там промиллей 42. То есть 42 – это более приближено к 36. Поэтому Красное море и является одним из самых богатейших морей на различную флору и фауну. Ну а в нашем Черном море, конечно же, всего лишь 17 промиллей. Ну, здесь, говорят, не такой уж и богатый подводный мир. Многие, когда сюда приезжают после Таиланда, Египта, говорят, да тут посмотреть нечего. Ни снорклингом здесь не занимаются, ни с аквалангом не ныряют, ни морских звезд здесь нет, ни рыбок, Немо, ни великолепных кораллов. В общем-то, многие считают море бедным. Ну, возможно, так оно и есть. Но здесь есть свои прелести. Есть на что посмотреть, кем полюбоваться. Здесь у нас обитает 168 видов рыб. Также у нас есть два вида медуз. Медузы, которая называется Аурелия. Аурелия считается безопасной медузой. Вы ее можете потрогать, пощупать, погладить. Никакого вреда она вам не причинит. Ну, и также второй вид медуз. Вот они уже являются более коварными. Называются корнирод. Они могут оставить после себя ожоги, как ожоги от крапивы. Но навряд ли вы увидите эту медузу. Она предпочитает более глубокие места нашего моря. Ну, а как раз Аурелию вы сможете наблюдать, ну, в мае, в июне месяце. Она очень близко находится у берега. И вы действительно можете, так скажем, купаться рядом с медузами. Но она никакого вреда, естественно, вам не причиняет. Конечно же, здесь у нас водится даже акула. Акула небольшая, маленькая, называется катран. Всего лишь полтора метра в длину достигает эта маленькая акула. Ну, и, в общем-то, бояться ее не стоит. Она дружелюбная. Ну, как сказать дружелюбная. А находится она на глубине, где холодная вода, и к берегу она не подплывает. Ну, и, конечно, дельфины. Три вида дельфинов обитают в нашем великолепном Черном море. Это дельфины афалины. Они являются самыми крупными дельфинами, самыми игривыми, можно так сказать. Именно афалины большей частью выступают в дельфинариях города Сочи. Белобочка. Дельфины с белыми боками. Отсюда и произошло такое название. Ну, еще азовка. Азовка – это маленький дельфин. Дельфин. Пыхтун его еще называют. Ну, и, в общем-то, вот такие у нас обитатели. Обитатели нашего моря. Что же касается нашего моря, ну, пожалуй, это одно из немногих морей, где можно купаться ночью. То есть ночью никакие гады, так скажем, никакие медузы вас не ужалят. А, допустим, в других странах, естественно, в море ночью заходить категорически запрещено. Но как раз потому, что активизируются различные нетружелюбные, так скажем, существа. Ну, что ж, вот она по левую сторону. Наше великолепное море, которым мы можем пока что наслаждаться. Пока не свернули, как раз-таки, к санаторию имени Арджиникидзе. Ну, что ж, дорогу у нас здесь, да, ремонтируют. Как раз-таки зима, удачное время, чтобы ремонтировать дорогу. Но, в общем-то, к Новому году могли бы ее уже построить, чтобы таких пробок у нас не возникало. Но мы уже практически выбрались, и очень скоро, думаю, через минут 10 мы подъедем к нашему санаторию. Итак, что же представляет себя санаторий имени Арджиникидзе? Ну, представим, в 1930-е годы Сталин, сам Сталин побывал на Мацесте. Мацеста – это сероводородные источники, которые являются панацеей абсолютно от всех видов заболеваний. В общем-то, Мацеста существует до сих пор. Это сердце города-курорта Сочи. С 1912 года были открыты мацестинские источники. И с этого момента город Сочи уже не какой-то там провинциальный маленький городочек. Это уже настоящий город-курорт. Ну, и сюда же приезжает Сталин. Сталину посоветовали принять ванны мацестинские. Естественно, он избавился, так скажем, от недуга своего. Ему стало немножечко получше. И он решает, чтобы быть здесь, городу-курорту. И построил здесь, недалеко от Мацеста, свою дачу. Дача Сталина есть в городе Сочи. Ну, конечно, дач на Черноморском побережье. Вот в Абхазии, допустим, у Сталина имеется пять дач. Здесь, в городе Сочи, одна и находится у мацестинских источников. Так вот, Сталин начинает развивать этот город. Как раз-таки в 1934 году город Сочи вносится в список всесоюзных ударных строек. Ну, и начинается здесь строительство. Конечно, возводят санатории, возводят творцы, пансионаты. Но возводят это все не на пустом месте. Естественно, здесь уже были какие-то постройки. Итак, помните, я говорила, что город Сочи в конце 19 века – это непригодная для жизни территория. Здесь, на побережье, никто не проживал. Ну, а после окончания Кавказской войны, вкратце также скажу, что была Кавказская война между горцами, о которых я уже упоминала, и между Российской империей. Российская империя побеждает. Горцев отсюда выселяют с этой территории. Ну, а дальше сюда поселяется русский человек и, как я уже говорила, другие народы – молдаваны, грузины, греки и многие другие. Пытаются здесь обосновываться, вести свой быт, ну и, в общем-то, поднять этот край на ноги. Ведь здесь ни дорог, ничего не было, максимум какие-то пропиночки маленькие существовали. Ну, и к тому же, как раз, чтобы привлечь, так скажем, богатых людей к развитию этого региона, начинаем, да, интеллигентных людей привлекать. Богатым людям предлагают здесь купить землю очень дешево для того, чтобы они построили здесь свои дворцы, свои дачи и, естественно, занимались развитием этого региона. Так вот, как раз-таки, например, приведу пример Михаилов. Богатый предприниматель из-за Байкалья приезжает сюда, на берегу Черного моря он покупает себе землю и строит потрясающее имение, имение Михаиловское. Вот с правой стороны, если обратим внимание, мы видим санаторий «Зеленая роща». Вот по правой стороне. Итак, имение Михаилова, Михаилов здесь живет, происходит нациализация, его имение переходит в собственность государства. Ну и, конечно, сейчас мы имеем санаторий «Зеленая роща». То есть понятно, откуда стали уже возникать тогда санатории и дворцы. Ну и также приведу историю парка Ривьера, парка Дентрарий. Вот, допустим, Дентрарий, так скажем, Клудов Сергей Николаевич приобрел здесь себе территорию со своей любимой женой Надеждой Алексеевной и построили маленькую виллу. Назвали ее в честь любимой жены как раз-таки Надежда. Построили небольшой садик, где было 300 видов экзотических растений со всего мира. Затем произошла нациализация. Все это перешло в собственность государства. А сейчас мы имеем на этом месте парк Дентрарий. Также строились и санатории не на пустом месте. Но многие, так скажем, дачи богатых буржуев были переделаны под санатории. Под пансионаты, чтобы советский человек в них отдыхал. Ну а Арджи Никитзе был построен иначе. Санатории возводили также и на пустом месте на деньги различных ведомств. Так вот, Сергей Арджи Никитзе, который был народным комиссаром по тяжелой промышленности, поспорил. Поспорил с Клементием Ворошиловым. А Ворошилов это был народный комиссар по обороне Советского Союза. Они поспорили, кто построит санаторий лучше. В 1934 году начался их спор. На что Ворошилов говорит, я построю такой санаторий, что у меня будет вагончик. У меня будет поезд, который будет людей доставать, прямо доставлять на берег Черного моря. Им ходить пешком не придется. А Арджи Никитзе, санаторий того человека, куда мы направляемся, он сказал, зачем нужно куда-то ездить на море? Я в своем санатории сделаю море, у меня будет бассейн с морской водой. В общем-то поспорили, но Ворошилов в этом плане немножечко поторопился. То есть, можно сказать, и Арджи Никитзе, и Ворошилов выполнили свои обещания. Но Ворошилов чуть-чуть поторопился и сдал санаторий. Но раньше времени на открытие позвал самого Сталина. Но Сталин Ворошилов ответил, да, там был вагончик, который доставлял людей к морю. Но Сталин ответил, что да, Клим, тебе эти казармы на этот раз не удались. То есть санаторий имени Ворошилова совсем не впечатлил Сталина. Потому что это был конструктивный стиль, стиль такой строгий, от которого уже в те времена отходили, а переходили к такой вот помпезности, куда мы сейчас и приедем. Санаторий имени Ворошилова Сталину приглянулся и понравился. И сейчас мы его с вами посетим и посмотрим. Ну что ж, мы уже с вами подъезжаем к санаторию. А, там. А можно нас на остановке? Можно стоять? Если покидать автобус, уходим мы примерно на 40 минут.